...пред командой Сил Света запрещать героя. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Очередь команды Сил Тьмы выбирать героя. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Дополнительное время. Очередь команды Сил Света выбирать героя. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Дополнительное время. Очередь команды Сил Тьмы выбирать героя. ДОК СИРЕ. Доброго времени суток всем, дорогие друзья, еще раз с вами, естественно, мы, вышеупомянутый Год Хант и Каспер, и мы начинаем смотреть первую карту встречи, Рокс. Так, попрямляешься потихоньку. Ты видишь, как я сижу? Вижу. А все, все норм, не парься. Никто больше этого не видит. Слава богу. В общем, Рокс против Эл Силь, Лондон Конспираси, и это игра за что? За, пока еще, очки, потому что там пока в группе вроде бы не так много матчей отыграно, и очки нужны всем. А еще? Ты на кого ставишь? Я бы поставил на Рокс просто потому, что трезвый лучше пьяного. Это наши мальчики. Просто люди не поймут про кровь. Я тоже как бы болею за своих с детства, поэтому Лондон Конспираси. Хорошо. Все понял. Ну я должен хоть кто-то, 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 с другой стороны, баррикад быть. Ну что-то ты что, четверо? Рокс Кис, Рокс Кис. Ну ладно, разберемся с Рокс Кис. По ходу дела у нас Бэби Найт будет играть на Лондроиде, Джеллопай на Винджи Фулл Спирит, Бивер, Оракл, Солон на Вич Докторе и Кевка Дарк Сир. Ну и Торнадо Рокс, Сарзик будет играть на Тускаре, БЗЗ, Зевс, Ёлл будет играть на Ченни, Седой снова Фантом Ассасин и Гостик на Бруде. А вот сразу же скажи, снова, почему снова на Фантом Ассасин? Поделись впечатлениями о той игре. Игра была захватывающей, интересной. Комментировать ее было одно удовольствие, но не пошло. Ну, ребят, в мясище, как сказал НС. На самом деле... Мне очень понравилась аналитика, кстати, на тему Бруды и Лондроида. Я думаю, что сейчас будут какие-то выдвиги айтемы, там, Мелшторм, там, Ёльнерпуф собрал, там, тк-тк-тк. Он сказал, в мясище, все, этого хватит. Ну, и НС верит своим тиммейтам, это правильно. По-другому командный дух не строится. Если ты не веришь своим тиммейтам, можешь не играть в эту игру. О, смотри, заставили перетянуться сюда Винджи Фулл Спирит. Вот такой интересный маневр получился, буквально на первой же минуте. В итоге Дабла на Даблу у нас получается. Смотри, план Даблу. Тут вся карта перетянется, потом, скоро на ботом. Да, так и получилось. Тут просто поменялись с людьми, ребята, в итоге. Да, улетает Дарксир на верхнюю линию, стоять против Брудмамки. Ну, мы уже, кстати, это видели вчера. Там тоже, кстати, ЛС, кажется, катали и менялись линиями сто пятьсот раз. Я не помню. Может быть, Рокскиз так делали. Не, не помню, кто именно. Суть не в этом. Суть в том, что у нас неожиданно... Оракл, он делал телепорт? Нет, вот сейчас он делает телепорт. Так вот, Оракл делает телепорт на нижнюю линию, и у нас получилось трипла на триплу. Трипла с Ченом. В сложной. Вот такая, трипсарды. Хорошо, закрыли. А дальше что? Ничего. Дальше там нечем уже цеплять. Смотри, где-то Савух дует. А, вон он, вон он дует. И Мартретка, недолго думая делает, что? Правильно, улетает наверх. Стоять против Дарксира, а Бруда улетает вниз. Стоять против вот этих героев. У нас была битва умов, теперь у нас битва телепортов. Ну, телепорты дешевые. Да, 75, но не как в той игре, где мужики друг друга облизывают. Ну, да-да, там все совсем, конечно. Там вообще бесплатные ТП, это... Уму не постижим, а хоть бы реальные деньги брали за них. Слушайте, кстати, так и делают. Хорошая игра получилась, я уверен. Хочешь ТП-шипа, цепоти бабки. Прямо, у тебя прям... Не, ну подожди, ну ты... У тебя прям возле компауда, кардридер стоит, и ты на карточке проводишь, такая... И все. И все. Не, там карточку один раз вводишь, остальное все уже снимается. Автоматически, да? Я понял. Так, подписка на Твиче. Так, вот, у нас рунку отжали. Кстати, могут еще и медведя отжать. О, у медведя есть еще один медведь. Кстати, только-только недавно откатился. Вот он его сразу и вызывает. Бэдми Найт. Герой вчерашнего дня. Угу. Минимум. Это одно из званий. Ну, это весьма громкое звание, я бы сказал. Громкое звание, да. Очень-очень громкое. Ну, Никса он обошел, или не обошел, я не помню, вот. Не, Рубик. Рубик у нас был ковчарашнего дня, который из-под Санстрайка вытащил пацана. Вот, ему отдаем. А кто это был? В смысле, ты про Секси Бамбу, что ли, забыл? Секси Бамбу, это на ком он был? Он был на Думе с Шадоу Блэйдом. Дум, с Шадоу Блэйдом и Дайгером, да. Блин, у нас вчера... Столько булок было? Слишком много булок, я бы сказал. Прям булочное. Булочное, действительно. Ну, надеюсь, сегодня будет меньше. Ну, смотрится, что вообще происходит сейчас? Сейчас у нас фантомка каким-то образом убила ДСА. А, туда пришел Арзик. Вот, это я и хотел выяснить. Второго уровня уже Туск. Со вторым уровнем уже, конечно, можно подраться. Тут нападение на Брудмамку, а Сентрячок ставится. Брудмамка, невозможно, не успеет выбежать за Рыжа Сентряка. Да их учитаем просто. О, Боже. Ты делаешь Брудмамка? Таренные лапки. Да, Брудмамку убили. Окей, она, правда, Вич Доктора чуть не завалила. Но Вич Доктор ушел, выхилился с Алвой и в итоге остается на линии целехонький. Как дела у ДСА? Кентавр. Да и я пошел, блин. Все, расчехлился немного. Зевсуля. Пятый, 19 на 0. 17 на 5 у Бэби Найтон на друиде. Тоже хорошо стоит. Тоже хорошо крепится. С меди все очень ровненько. Пока Зевса не трогают, Зевс тоже никого не трогает. Я слышал, руну кто-то забрал. Да, это руна Хасты у Вич Доктора. И возможно... И он выбирает снова, снова, снова на Бруду. Костик, вы его в террор посвятили. Есть, кстати, Даст. Вот, есть Даст. Поэтому если Бруда вдруг немножко подставится, ее реально могут убить. Что Сентряк Сентряком, но... Да, вот Бруда как раз вот в этой безопасной зоне сейчас и обитает. Выблюдает за паучками. Вот, понимает, где ее паучков видит. Команда противника, Гостик. И, естественно, туда лучше не соваться. Винга Керри. Вообще, мне кажется, что по пику получилось все немного неожиданно после пика Бруды. И, скорее всего, ЛД Лондруид должен был отправляться в сложную. И, возможно, Винга была бы... А каким пиком получилось? А Дарксира взяли последним пиком, да. И, может быть, действительно не хватало какого-то Керри-героя еще нормального. Ну, так и нормального, а при чем тут Винга? Ну, Винга, я не знаю, при чем тут Винга. Там, кстати, Лондруида почти убили. Ой, да ладно, у него 30 хитов остается. А вот у Арзика может не остаться этих 30 хитов. Не-не, уйдет, уйдет, уйдет. Ушел все, что можно. Куда же ты, зачем ты повернулся? Погоди, у него там вард стоит. Он все видит. Он все прекрасно видит. 5 секунд будет стан, но нет, не получилось. Очень грамотно действовал Лондруид. Просветил медведем вот эту нычку. И минус Вич-Доктор. И минус Вич-Доктор. Съели его пауки. Ну, вот Вич-Доктор, это реально булка. Вот Вич-Доктор булка, Оракл булка. Помнишь, у нас вчера была бруда, которая... Вич-Доктор против бруды, это же мечта. Просто вот эти каски с шансом 0, 0, 0, 0, 0, 1 процент, что они попадут в героя. Они попадут вообще хоть в кого-то, кроме пауков. Хотя бы в крипов, чтобы они улетели. Это уже будет неплохое достижение. Ну, Фантомка хорошо здесь себя чувствует. И в итоге прогоняет Дарксира. У Фантомки и вчера все было великолепно. Она великолепно себя чувствовала. Я помню, помню. Но потом вот этот вырывы 50-арморного Ликантропа, они заканчивались весьма печально. Объясни почему. Почему вдруг герой, у которого все замечательно, может проиграть? По порядку. Если я начну рассказывать все по порядку... Не-не-не, вот ключевое... Ключевые понятия, вот фундаментальные понятия... Игрок рак? Это слишком глубоко, надо более поверхностно. Более поверхностно, но... Нашние суть тьмы на нижней линии... Наверное, чуть-чуть не везло. А, вот в этом все. Чуть-чуть не везло? Не повезло, да? Не те руны появлялись... Не тогда. Не тогда. Криты не шли. Не идут криты. Что ты можешь поделать? Вот от тебя, на самом деле, на мартрет не так много и зависит. Чего лишь выбрать таргет, на кого нажать блинк. Ты нажимаешь блинк... Хорошо, а если у тебя прокнул крит, что ты собираешься делать? Какие дальше от маски? Радоваться. Вот почему только что не напали на... А, ну ладно, там три героя. Там уже три героя. Там видели второго. Шарды туда. Вся опять с фаблайнами, кстати... Захиливается орбекл. Так вот, прошел крит, это хорошо. Но нужно больше критов. Вот если три крита подряд прошло... Слушай, тут пять героев. А в три героя, а тут пять. Помнишь, мы, мать-мать, куда-то изучали? И я слышал это хуже. Люди, касочки, касочки... Ну там каски вырубили только что, троля и урсы. О, сейчас будет клэпа, торсы, урса. Клэпы, ты есть же клэп. Почему ты не клэпишь? Не контролит крипов? Не контролит, не доигрывает. Кто это? Это Ёл. Не, ну Ёл, кстати, умеет играть. На чё не раньше, по крайней мере, умел. Где был клэпа, торсы? Не знаю. Ну, значит, в контаунде. Всё, нет, нет, торсы. Какой урсы? Ты о чём вообще? А урсы нет и не было никогда. Почудилось, извините. Ну да. Был взволнован, очень. Вот-вот. Ты сначала факты. Разберись своими эмоциями, да, потом уже... Маши силы тьмы укрепили. Укажи, какая урса, ты вообще о чём? Силы тьмы укрепили свои сооружения. У нас там продолжают лететь ножи, продолжает пушиться Тауэр, но вышку совсем плохо подпушили. Ну, типа норм, но почему-то с Ченом получилось забрать только сот хп-вышки. И с Фантомкой, и с Аквилой. Как-то так. Ну, кстати, вот такой вот вард стоит. В последнее время очень популярный вард. Именно у Тайра, который позволяет видеть все вот эти побегушки под вышкой, понимаете, что тут целых три героя стоят. Да, вот этот вард обнаружили и ломают его благополучно. Плюс, не спалили Арзика, не увидели Арзика с его инвизом. Реально не увидели. Арзик. Давай, вкатывайся. Вот сейчас самое время, пока Крепы встанут. Может, мне кажется, Крит бы сейчас прокнул, и Арзик бы просто полетел туда сразу спасать. Ну, вернее, убивать героя. Там выход на нижнюю линию. Нашли Дарксира. Есть молния-молния, и бруда такая идет. Минус. Еще и все вышли, нормально. Там, кстати, еще и Арзик на Джиллопа и пытается напасть. Ну, у него очень мало ХП, поэтому он не нападатель, а будет и свап, есть свап, йола, тащили. Хороший свап. Силы света укрепили свои сооружения. Не, вообще, классно сыграла Винга, определенно, очень круто сделала. И два минуса. Вашний света на нижней линии разрушена. Но очень серьезный плюс для этой самой триплы, потому что здесь Винга уже уровень 6, Вичдоктор 4, Oracle 6 уже, собственно. Десятая минута, трипла с шестыми ловелами. Что? Правильно, не вывозит максимум. Только могут, только зарабатывают. Нет, это нормально. Винга самовозит максимум. Медведя, что ли, ставишь, обновить. Ну, медведя сейчас очень трудно убить, на самом деле. Вот на такой минуте это практически невозможно. Прогоняет все. Это просто 2700 хп и 6 армора. Когда у тебя нет никакого минус армора, у тебя есть маги, маги, маги и фантомка с критами в 200. Это очень трудно. Да, да. Фантомка тоже Вингу сейчас даже убивать будет весьма проблематично. Там армор у Винги. 40% сокращения физухи. Казалось бы, всего десятка, но это очень много. Тем более на данном этапе игры. Когда средств понизить армора еще не так много, возможно какие-то медальки, салат, кресты появятся в дальнейшем, но это будет когда-то потом. В Орхид выходит бруда, и у него уже почти готов. Не хватает только рецепта. Ну, бруда здесь все хорошо себя чувствует. У него 4 500-ный творца. Башню сил света в центральной линии. Вот я говорю о том, что... А если я бесстрашный воин? Отбитый воин, ты имеешь в виду? Бесстрашный. Ну, это почти одно и то же иногда, но... Ну, иногда. Ну, хорошо, ну, не бойся, ну, беги на базу. Тебе не дают возможности не бояться. Тебе просто по факту говорит, ты бежишь на базу. Ну, я если БКБ, то ты совсем бесстрашный воин. Ну, БКБ-то... Ну, ты же действительно бесстрашный воин с БКБ, когда у тебя. Я думаю же. Бруда. Привет, рано сетка, потому что сейчас будет только сейчас. Вакуум вот сейчас сеточка должна была быть. Ну, да, пытаются... Ой, хороший станок в центральной линии. Замечательно, да, да. Плохо расконтроливают, ел. Ну, есть претензии. Да норм, все. Станок кентавра был хороший. Оракл должен умирать. Он, конечно, много урона впитал, но в него залетело еще больше, наверное. Он, конечно, пытается чуть-чуть с пюрефаем флэймсом отхилиться. Но здесь его зашлинишил. Шлейфанули, скажем так. Финишхим. И Мартретка нападает на Вингу. Винга просто делает тэпаут. Ой, еще один крит прокнул. Неудобно получил. Просто не забывай, за кого я болею. Я могу подхейчивать немного вражескую команду. А, да, без проблем. Я привык хейтирок. Да, ты привык хейтить. Я вообще никого не хейчу. Да? Я могу вчерашний ввод включить прямо сейчас. Так, я хейчу артефакты из сборки и стиль игры, а не конкретных людей. То, что это сделал конкретно этот человек. Или на этот человек. Это нормально? Нет, я так не говорил. Ничего не надо. Ну, договаривай. Вот, именно. Это клево. В голове у тебя не такие вещи происходят. Так, при чем тут это? При чем тут что у меня в голове происходит? В голове у меня, может, это мартышка с блинами этими. Дзынь, 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 дзынь. Откуда ты знаешь? Я там сижу, говорю про октарин, а у меня вот это... Дынь, 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 дынь. Мне кажется, у того, кто октарин собрал. Ну, ну... Не всем докажется. Некоторые считают, что он профессиональный игрок. И может позволить себе октарин. Дабл дамэйдж. Ну, вообще, да. Если он дошел до этой игры. Ему позволили зайти в лобби. Далее герое. Он имеет право собрать октарин на 100%. Хорошо. Как часто он может это делать именно в этой команде? Не я. Там лимит на количество сборок в команде. В одной. Ну, да. Порядка трех спаленных октаринов. Капитаном они уже все караются. Или там сатаники без дейдаллоса. Чен. Уже коник выходит в Мекку. Тоже можно получиться более-менее таймингевый. Хотя, сомжен, без шестого уровня. Йоу, немножко подпоздал уже 13 минуты все-таки. Все пытаются попушить паучки. Здесь, да, правда, помогает. Конечно, надо быстро сжать клипов щитками. Но вообще сейчас вот так вот пару товаров забрать. И реально чем получит. Очень серьезный путь. Ну, что орчит есть. Вот сейчас ДС подбежал такой. Пулачу орчит как-то раз назад. Понял, что... Не прав? Не прав, да. Вообще не прав. Пуел, пришел отбирать сейчас чужих крипов. Савуха украл. Вообще, чисто территориально, Роксы сейчас могут давить просто бешеными темпами. Что Бруда сейчас просто зависает вот здесь, где только что нарисовал Оракл. Все остальные просто отправляются на топе вышечку ломать. И, собственно, все неплохо сыграно. Сейчас типа пытаются убить Мартретку. Кстати, возможно, даже убьет. Нет, Шноубол заезжает. Должны быть панч, шарды какие-нибудь. Ну, сейчас еще и Арзеку убьют. Ну, всех убить здесь, да. Слишком долго идет перетяжка. То есть где Зевс? Ну, ладно, Зевс бежал. Зевс бежал, но как-то немного не скоординировались ребята в плане именно таймингов. То если бы там оказался хотя бы Зевс, вот просто одновременно с Тусиком, полегли бы, скорее всего, все. Зевс уже девятого уровня, там, четвертый Болт, третий Молния, первая, и Глоба очень больно. Да у Мишки, у Мишки почти готов Рейденс. А у Мишки все вообще замечательно. Не знаю, в курсе ли уроков, как играть против медведя, потому что предыдущая команда показала, что вроде они катали в доту, против торча, чем на свечка будет. Выход. А они, да, под Вардом, Йоу, видят прекрасно. И не только Йоу. Фантомка тут тоже бежит. Я могу сейчас вообще просто стереть. А что это замок был? Черт, пока помог, Фантомка, убегает дальше. Ну, ладно, ушла. С горем попала, реально. Важные силы на нижней линии. А если в ней этот блюр четвертого уровня, я думаю, что от нее бы вообще ничего не осталось. Да, ну и Вич-Доктора не хватило. С шестого уровня не было. Был бы Дезвард, я думаю, ее смели бы там моментально. Знаешь, что эта Фантомка, она настолько нападательная. Вот сразу видно. Человек хочет драться, принимать участие в боевых действиях. То есть не боится того, что его где-то там будут убивать. И это просто четвертый блюр на десятом. Ты правильно, я тоже так стыкачусь. Всегда. Терпила. И вышки можно пушить спокойно. Ты терпила. Там одна магия, кто будет попадать? Ну ладно, кроме Дезварда Вич-Доктора. У тебя блинг в единичку, ты прыгаешь в один конец просто. Всегда знаю, какой терпила. Наоборот, ты знаешь, ты когда впрыгиваешь, ты понимаешь, что назад пути уже нет. Никогда он не впрыгивает, он только впрыгивает. Я уже знаю, что назад не отступать бессмысленно. Я все понял. Блинг не откатится. Тут ножи летают, сабухи бегают, сетки кидаются. Слушай, ну Солина сейчас могут убить просто досрочно еще до замеса какого-либо. Крит залетел. Башню сил света на верхней линии потокунили меня. Чутка. О, видишь, спокойно танкует вышку. Силы света укрепили свои сооружения. Там 15 человек танкуют вышку, можно и без четвертого блюра этим заниматься. Четвертый блюр он помогает. 50% вышки укрепили никуда. Сатир, Зоригар пострадал. Сатир. Так и что с ним будет? У него 6 хапоригена. Ему бокс на то, что его там вышка вбьет. Хапориген. Тем более, 8 хапориген. Его забыли, его забыли в кустах. Даже хапориген мы не даем. А вот это пацана? Так, кстати. Так, герои пропадают. То есть, сначала ты танкуешь вышку, помогаешь своей команде. Спустя, потому что тебя просто звают в кустах, тебя какой-то медведь там насилует. Так сказал, как будто видел уже подобное ранее. На собственной шкуре. Может быть, так и было. Не все знают, как я завязал играть в Квайнтанк. Как ты попал в доту? Тоже не все знают. Многие догадываются. Но они наверняка. Честно, пока какой-то полный овныч раксами. Вот у меня такое впечатление складывается. Потому что пока они делают, что хотят на карте, туда побежали, там пофармили, там кого-то убили. Там вышку спушили, там вот на Рошана зашли. А здесь медведь бежит. Бежит медведь. Нажмешь, что ли, свой журор? А, не, не нажмешь, на него просто айлент скинули. Ну, норм. Медведь еще медведь отдал. Вебинрайт. Ой, ну, как бы, тут Рошан месяца. Все, норм. Но медведь четвадцать секунд. Ну, как-то... Да, вот Дарксир, конечно, с Меккой, но Дарксира не будет в драке. Куда вы вообще не идут? Ну, ладно. Хорошо. Не знаю, русские, что там, типа, настолько, что у них все плохо. Эээ, Вичдоктора окружили пауки и просто едят. И Бебеднайт говорит, блин, я так не видел. В Старкрафте делали. Рошан убит силами тьмы. Красного бруда. Покажешь, научишь. Ой, верхняя шар, дымешку отрезали. А, вот это все, можно его убить. Он только что потратил свой журор. Его как-то бы задержать немного. И было бы вообще нормич. Ну, ладно, убежал. Он убежал под Сурджом, там, убегает. Причем он забавно, он бегает 5-2-2, но так, знаешь, неторопливо, да? Да, неторопливо. Как книжка, как в книжках пишут, типа, Медведь это неуклюже и медленное создание. Ага. Не дай бог вам в лесу встретить этого неуклюжего шатающегося мишку. До сихкастинга, вот такого ми-ми-ми. Да-да-да. Дай бог, чтобы рядом была сосна, на которую вы смогли забраться. И на которую не смог забраться он. Чтобы вылазили лучше, чем медведь, да, именно так. Медведи хрен с ним. Ты видел когда-то бегающего крокодила? Нет. Чувак, это зрелище на миллион долларов. Может, тебе даже в гугле вбитесь, там, ну, не в гугле, на ютубе имею в виду. Там вот, я видел на Дискавери передачу про крокодилов. Они реально бегают, как бешеные. Ой-ой-ой, критуля! Ха-ха! Критуля осилил. Не за тех болею, опять. А ты говоришь, что мне критуля была? Нет, я тоже говорил критуля. Так, ты ж тогда... Вот я и говорю, не за тех болею. А, спалился, что ли? Ха-ха-ха! Глор! Глор! Сразу, прямо во время игры! С детства за Рокс Кис! Да? Смотри, наверное, это кепка. Там, где один логотип перечеркнут. Второй, третий, четвертый. Уже вылетел с турнира. Там, с детства за ИГ. Ну, ладно. Смотрим на графики. На графиках уже семерек. Такой твердый, уверенный семерек в пользу команды Рокс. Что делают ЛЦ? Непонятно. К нам вот приходил сегодня Виталий Волоча, известный аналитик в мире доты. Он говорит, ЛЦ крутые, они выйдут из группы. Они выйдут из группы. Они из турнира, в принципе, выйдут. Я думаю, что в ближайшие даже пару дней... Я реально не понимаю, как можно настолько безидейно действовать. Вот первый смоук, наверное, от ребят, которые выходят, хотят найти. Они хотят найти Бруду. Ну, это стандартная схема. У них задумка есть. У них в команде есть Старкрафтер. Старкрафтер контролит много юнитов. Ну, дали Медведя. Все. Типа, больше одного, это уже много. Ну, можно уж не кратчей собрать. Не, ну, это может быть перебор. И тут, конечно, говори-говори, да не заговаривайся. Два, потом сразу четыре. Ну, это если раз висит. Света на верхней линии атакуют. К третьей карте примерно, да? Башню силы тьмы на нижней линии атакуют. Силы света укрепили свои салжи. Ее даже могут убить. Она орхит. Очень классно орхит. И гость просто убежал. Причем там? Как дела? Со слабыми станами, пацаны. У вас тут у вышки 700 здоровья. Вашняя силы тьмы на нижней линии разрушена. Хорошо, тут Т3 горит. А там Т1. От Т3 до Т1 два шага. Да, достаточно затяжный. Т2. Так как есть только миг между прошлым и будущим, да? Ну да, затяжный. Тут примерно так же. Че там артеры вообще заберет? Мартеры-тки и Яша. Вашню силы тьмы на нижней линии атакуют. Пока просто Яша. Да? Ты уверен, что это просто Яша? В скором времени может быть Сэнджинд Яша. Ты уверен, что это просто Яша? Вот мне почему-то... Кажется, что это может быть Сэнджинд Яша. Кажется. Ну, кажется Сэнджинд Яшу. Ну, короче, смотри, в чем, например, заключается суть рассуждения именно моего. И, возможно, я что-то не понимаю. Но смотри, когда в тебя попадает стан отказа Квич-доктора, когда у тебя Саша и Яша, ты не можешь бегать. С БКБ можешь. Если я залепил оракл первую, ты не можешь бегать. С БКБ можешь. Корни, когда у тебя срабатывают, ты не можешь бегать. И с БКБ тоже. Но собери из этой Яши Монта-стайл. И ты сможешь. Там что, нет опции собрать другой артефакт? До сих пор не понимаю, Роман, к чему вы уклоните. Мне кажется, вы говорите точнее. Если что нужно сделать, он тоже скажет. Типа, во чём проблема? Всё норм вроде как. Я что-то типа там быстрее бегаю. Ну, не можешь бегать. И что? Смотри, просто сломал. О, Квингу. Хорошо. Просто сломал. Не, ну он молодец, потому что он сломал. Всё, красавчик. Безусловно. Всё, минус Винга. Замечательный. Ещё мишку можно, ножки ломай, мишки. Да там десятка голды, там уже пофиг, чем ломать. Ну, Актарин можно сейчас на фантомке собрать. Это будет почти правильно. Я думал, что были команды. Смотри, танчит вышку. Танчит вышку. Башню силы света на центральной линии атакуют. Каски. Боже мой, я не могу в каски перебегаться с Саши Яши. Что за ебать? Что за скилл? Что? Что перимбага? ГВП. Башню силы света на центральной линии атакуют. Да, я понял, что там ебать. Башню силы света на центральной линии разрушены. Потому что, ну, реально положение у Рексов такое, что можно что угодно делать. Но, вчера у нас были обратные ситуации. И там все было примерно так же. Урса была, Роман. Зрители подтверждают. Я не могу любую Урсу сфотографировать и сказать, что она была. Что тут это заливаешь? Я знаю, как отмазываться от подобных ситуаций. Где этот хронометраж в уголке? Там дата, вот это время, все дела. Нет, нет, все. На нет, сюда и нет. Вот он демку заколблю. Где Урса есть и не клэпает. Ну, посмотрим, посмотрим. Сейчас, опа, демка запоролась. И я такой... Не спалил сейчас. Ёлай ее запорит, что ли? Чтобы не спалить, что он не клэпал на Урсе. Может быть, седой, чтобы Сашу Яшу свою не спалить. Ну, тоже поздно. О, кстати, Оракл. Смотри, какой он сладкий. Бегает, бегает, бегает. Ага, Винга, увидела. Они тут с этим снимают? Да нет. А, тут сентряк просто стоит. Глядя еще рядышком видеть. У Винги, кстати, Dragonlance. Прикольный артефакт именно на Vengeful Spirit. На керри Вингу он очень крут. Ну, да, у нее проблемы с Орнджой. Но она сразу становится обычным таким керри-героем, у которого там Атак Ранж 530, как и у большинства других обычных персонажей. Просто, что слот занимается, но до некоторой поры ты не особо переживаешь за этот слот. Когда у тебя там еще нет Саши Яши, например. Еще пара артефактов полезных. Кстати, про Сашу Яшу скоро будет. О, Винги? Ну, пусть будет, ладно. Роман, все равно Саш Яш в каждой игре больше, чем тебя. Так что... Да понятное дело. Ты не можешь законтрить Саши. Вот Саша Яша может тебя законтрить. Чувак, понимаешь, сколько у меня лет, лет, без преувеличения, лет ушло, чтобы научить бить нужные бараки в нужной ситуации. Ну, не всегда, конечно, надо его бить. Еще не ушло. Подожди, отчет еще не закончен. Отчет еще не... Именно лет, лет твою дважды, годами я каждый эфир твержу. Люди уже, когда слушают, они выключают ко мне, они разбивают монитор, когда слышат мою очередную занудную историю про ременовый барак. А игра компотный. Почему вы повторяете это, мистер Романыч? Зачем ваши тщетные попытки отключить людей бить не тот барак? Нет, я просто пытаюсь рационализировать действия. Не обязательно бить его всегда, например. Бывает, по-вторски, когда это не нужно нафиг. Но нужно как-то голову включать. Знаешь, что это безумие? Да, это то, чем я занимаюсь. Вот, именно. Завязывай. Может, они тебя хейтят? Просто остановись, они начнут бить ржевые все. Не, знаешь, приведу опять один случай из жизни, когда мы играли там папчик. И я столкнулся с человеком. Вот смотри, пять героев было в таверне вражеских. Мы зашли вот сюда. Пять героев мертвых. Он стоит вот здесь. На паджике там что-то 150 атаки с руки. Он стоит здесь. Мы бьем барак. Я ник, у которого 80 атаки. Я стою и бью это здание. Потом это здание, это здание. Я спрашиваю у него. Друг, а почему ты не зашел бить? Там, типа, пять героев мертвых. А что это мои 150 дамага? И он прав, в принципе. У меня просто челюсть отвисла. Типа, чувак, ну... Смок, 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 смок. Броши. Костик, Костик, нормально. Ну, нормально, можно, можно. Свард, где станчик? БКБ может что делать? У нее... У нее... Нет, нет, чувак. Из-под Сварда так не работает. Ты, конечно, прикольная, бруда, но не в этой ситуации. Ну, конечно, убегать тоже был не особо хороший вариант. Скорее всего, бы догнали. Так вот, и человек спрашивает, типа, а зачем мне бить? А зачем тебе не бить? Рационализация присутствует. Работали. Тут фуловый стоит. Просто паджик. Фуловый. Доказатель, хернометраж, подпись. Я понял, понял. И потом рассказывает мне, что, типа, да, я топовый, там, игрок. У меня 8000 ММР. Да, Миракл! Там каждую плюху считается на своей ВР. Заливают они тут. Просто нужно чуть более рационально действовать. Это можно смотреть вечно. На горящего меня? Как фармят Рукскиз и как горит Каспер. Фармящих Рукскиз. Мы как вечный двигатель. Они вечно фармят и я вечно горю. Не, ну ребята, в принципе, не отчаивают. Что, они, видимо, считают, что 12000 слишком мало для победы. Поэтому решили опустить преимущество до 9. Так будет более комфортно. Правильно, я бы сказал. Ну, надо, типа, не по-пацански. Не по-пацански браться с 12000-ми чем-то. Мои фишечки вот эти с пацанами и цитатками. Не трогай. У тебя бараки, белочки... Что там еще есть? Саши Яши? Саши Яши и Шмотачи. Актарин. Актарин, да. А брат за брат из-за основы взят, это мое. Хорошо, я понял. Мы разграничили зону ответственности и все. Хотя Рошан появился, вот прям пробегали мимо него и не зашли в Рошпит, не проверили. Нашли Вингу. Винга, Сноубол. Ну, нет. Наверное, не получится. Пошел свап, пытается сгрызть еще Оракла. Оракл, сейчас он погибает. Стоит Дезвард, Дезвард моментально сбивает. Винга, напаливают. Ну, получается, верхний и тут же в Таверну. Таким, минус 3, скорее всего, минус 4. Нет, слушай, Винга, там типа дерется. Причем дерется с мартреткой, вроде бы качественно. Ну, Девс нормально стреляет. Вкатывается. Еще одну на кевку нападение. Там еще пайбэк, кстати, от Кич Доктора, зачем-то. У Девса уже там один за заряд, потому что просто Мана наригинялась. Зачем ты пришел туда? Уходи, у тебя нет дезвард technologies, кинтавер. Мартретка останется без лишнего фрага, где мне надо было забрать. Знаешь, какой вопрос задает сейчас Сленга? Да никакой вопрос она не задает, а что молния Земса бьет Сашу Яшу? Да ладно. Че ты докопался до Саши Яши? У него у нас Аквилла есть, пусть Аквиллу разберет и химбар заберет. Че, пацаны, изгонил, заносил. Персональный хейтер Саши Яши. Да, реально. Я помню, кто-то заводил твиттер Саши Яши когда-то давно. Когда я только начал гореть по поводу постоянной сборки этого артефакта. И просто писал тебе в личико постоянно, я собрался? Да, я зелень вот эту. Ладно, ладно, ладно. Все, я прекращаю, вот. Башню силы света ранены, не атакуют. Не, подождите, звук я не пророню. У тебя работа такая, дух ронять. Не, я буду ронять, но по-другому поводу. Хорошо. Башню силы на верхней линии, атакуют. Ты хороший дец. Тучи, лодочка. Просветили, увидели в инду. Ну, а хайграунд-то как-то будет заход только сделали минус пять, вроде как забрали Рошан. Зачем? Ты сделаешь, можешь парни башню силы на верхней линии, атакуют. Они ничего не могут сделать, пока ты фармишь. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Не понял? Не, ну логика есть в твоих словах. Соглашусь, пожалуй. Тяжело мне найти логику в этих словах. Это примерно как, когда ты выбиваешь эгиду, ты можешь шесть минут спокойно фармить. Можешь. Собственно, у фантомки есть и эгидо, и они убили пятерых. Мне кажется, что-то здесь явно сходится. 15 тысяч уже ведут Роксы. Вот тут ищет у нас фантомка. Фантомку, кстати, видят. Она прямо на варде бегает. Бенц. Как она увидела этого Дарксира? Глазами. Ну, серьезно. Дозрительно. Мабхак? 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 Реально, ночь на дворе из-за дерева голем кидает плюху. Смотри, у него же, видишь, как устроена глава, она немного выдвинута вперед у голема. Башню сил тьмы на миде. Тело за... Как перископ. Тело еще за деревом. Глава уже давно впереди дерева. И он, в принципе, да. В этом тоже есть логика, между прочим. Так, тут на медведя, кстати, нападают. Орфи на него очень не дали. Ну, мишка не уйдет. Слишком сильный слой вообще. Не-е-е. Успел жмакнуть кнопку. Слушай, ну это чит. Вот реально это чит. Тя бью-бью-бью-бью-бью. Героя кнопку нажал, мишку телепортнул. Ну да, так и делается постоянно теперь. Ну это то, почему... Один из пунктов, почему медведь типа чит сейчас. Просто тяжелее стало мишку убивать. Нормально бегает с радианцем по линии. Ну там, погрызли с него. Если у тебя там, ну, образная ядровка. Или снайпер. А какой-то, да, какой-то милишник, то, ну, ему ГГВП. Потому что Савержерор имеет рейндж там 325. Не так-то и много. Но все равно, как бы, против всех милишников работает замечательно. Девардят, значит, Сараксы. Наконец-то. Они потихоньку доходят до этого концепта. Так, типа, пацаны, у нас 15 тысяч преимущества. Как там дальше по гайду? Что было написано? Ага. Занять территорию. Пойдемте. 15 тысяч, в принципе, достаточно до следующего пункта. Погнали? Погнали. Отжали. Хорошо. Завардили. Здесь варцает на пригорке. Здесь. Вот эта территория уже с первой минуты заняла, как бы. Ну, это никого не волнует. Может, Бруда из другой команды, я не знаю, там, еще что-нибудь. Зевс, кстати, с аркан-рункой в бутылке. Вот это норма. Это, кстати, страшно. Уже говорили об этом очень страшно. Что дэмиджи тьма. Ну, да, вот. Куда и так маленькие, а сейчас еще будут меньше. Катаринку вычкой. Да. Сырой Каспер не сгорелся. Надо его подсушить немного. Так, что там венга? Венга 2000. Венги. Уходит с телепортика. Ну, все. Внешних товаров не осталось. А, там следующий пункт. Снести все внешние твра. Так, их нет. В смысле? О чем мы тебе делать будем? Так. Что там было? Я не знаю. Надо как-то тебя развлечь. Надо тебя развлечь, а то ты горишь. Ребят, я не горю. Все, все. Возьмем. Ой, смотри, смотри. А Бобинет куда подставился? Он реально подставился. Ну, Боу. Да нет. О, по КБшечка пошла. Вместе ски. Прыжок. Нет, три. Они атакуют. А мишку заберут? Да, мишку забрали. Мишку забрали. Это хорошо. У нас 1045, там вот давайте все 45 тысяч пришлем в твиттер Касперу Сию. Фотографию Сии? И Акторина. В одном инвентаре. В одном инвентаре. Да. На... Все-все. Не знаю, на ком еще. Чуть юзабельно, на самом деле. Ну, да, надеюсь, еще ладно. Ну, Сия, такое себе, в принципе. На тутике будет норм. Сия Акторин. Тут там блин шарды снова было чаще. Я знаю, что делать Акторин. Давайте постоянно это напоминать мне. Ну, это полезные артефакты с маленьким КД. Ты что, меньше? Пропадает Аегис? Адерь, что делать? Давайте следующего Рошана там. Там пункт следующий ждать Рошана, да. Я помню, помню. Так, смотри, смотри, выходит Лондон конспираси. Угу. Угу. Зашли по интересной траектории. Увидели Бруду. Молния от Девса... Нет, не было молнии от Девса. Он в последний момент задержал молнию. Это вот нормально опять? Бросить свою стадо? Тут у нас Ёл отправляет образных бешеных питомцев. Почти погиб Вич Доктор, Вич Доктор. Гоня, кефки, кефка пытается спасти. Шардами отрезают великолепно. Будет ли какой-то сноубол? Ну, там Бэби Найта просто съели. Есть у него Байбэ, конечно же. Да, слишком больно. Все равно слишком больно. Тули как он. Он ушел пешком под землю только что. Он реально так шел пешком и... Старился. Кто-то подземный кентавр. Медведь именно уйдал. А кто именно ушел? Боя винаешь. Боя винаешь. Типа идет пешком, видно, и так... И медленно-медленно уходит под землю. Как в Терминаторе. Кстати, Мартра пошла пушить. Не, ну нет. БКБ уже есть. Все, можно и попушить. Силы света укрепили свои заражения. Саллюшения. Невлину запаха, у нее туда мощный. Уже очень мощный. На штастае половин тысяч бабушки надо слышать. Башню сил света на нижней линии. Можек что. Башню сил ты не сработала. Вот зачем она нужна. Точно. Чтоб она срабатывала с ножика. Кажется на ножке на ей. Ножики нет замедления разговора на нижние линии. Атякуя. Так, нож можешь сломать. Это нормально. Казармы сил после света на нижней линии. Разрушены. Так, он рукоятью рекV���bling. центральной линии атака нормально летают вот таким там разобрать и сатира до джали и вам уже на топ там бруда взрыва извиняюсь в мид в мид брута очень жестко грызет вышку сотка по у нее остается я думаю что в скором времени заберут дождаться следующего раша надо купить артефакты на которые сейчас вы формили в этих драках пример гоним чену принести на который хватает вот он скировский бкб ну бруда немного не играть не так как мы привыкли видеть эту бруду обычно это что это четыре пущие бруда да это обычно четыре человека бегают бруда где-то что сплит пушит а тут она ну просто бегает иногда за компанию иногда не за компанию со своей командой но пастота у нее да там 337 в принципе при 25 фрага суммарных это неплохой процент участия экшене марта . пошла это тоже немножко подфармить ну куда там слишком мало для того чтобы убить венгу с саша яшей а чё там у медведя что-то мы совсем забыли про а у медведя уже демонедж он в мкб выходит но попытка зафокусить марту это хорошо но мишка больше исполняет спасательные функции спасает сам себя старается просто убежать до его начинают фокусить и дают дебаф от чена на плюс вот этот демыш физически запрыгнем артра там солнышко тусик ему ничего не остается кроме того как крутить педали ну вообще все верно что слишком много дамаги в него залетает но на случай если вдруг марта где так загуляет ее встретит медведь он уже будет во все оружие мкб добрать что вот дебаф от рейденса нивелировать серьезный 17 процентов у нас любимых 1 6 немного разочек она промахнется за там серию атак но не сказал что это прямо не я бы не сказал что это прям мастхэв то есть это просто процентов реально мало мкб не сам и кушает за мкб сам себе артефакт неплохо вот это одна из причин который в принципе стоит его собирать этот артефакт если вы уже собирать ходить там в чистый дэмэдж маркетинг баров поможет вам и на будущее тоже поможет если добавить какие-то алибарды по ним ворота 5 или барда дает или там solar крест например какой-то кельбарды какой solar крест тут вообще еще нет просто ничего нет голый герой у команда лона конспираси 5 секунд хорошо на казармы сил светом а мы кстати можно увидеть только жаль это заднюю зону команду всего 25000 преимущества урок только 25 я думаю что это по-прежнему маловато он блин романы спешишь людей насмешишь сказал не спешишь людей насмешишь в данном случае поговорка должна звучать именно так полк таны на миде сбрелись опять ракова это будет продолжаться находит рожанчиком тяжело его не дайте может отвести ты захочешь это время чекаешь не выходит другую сторону а он с этой стороны выходит какой-то любого разошлись море корабли 1 рожан учет дела у них реально вся гапша к нему пришла пьер еще прилетел посмотреть вроде запинали все и гида ну теперь 25000 плюс и гида можно еще мальца пофармить все нормально уверенно уверенно по парни и поднять даже если тебя убьют один раз ничего страшного даже тебя убьют убьют с аэгисом все равно у тебя во первых есть байбек во вторых по графикам это возможно не сильно ударит по 25000 все дела билет узкая нет в четвером куда вы вошли вчетвером глупцы все могут и отдаться могут вчетвером отдадутся вчетвером подождут еще 20 минут еще 25000 подождут в обратную сторону только при на это был бы эпический камбэк это был бы супер камбэк не понимаешь я просто может быть я слишком предвзято отношусь к подобного рода действиям но хочется что победила вот эта команда которая проигрывает 25 косарей всегда хочется всегда хочется ну чтоб просто наказали за подобную вы видели на каком-то инте 40 тысяч дк против lgd играли дк 45 или 40 тысяч просто стояли и не пошло потом и не пошло потом да я помню эту игру ты возможно даже комментировал я ее комментировал вот я ее смотрел из зала и да эта игра она является самым самым если ты любишь когда подобные вещи происходят просто край газом смотришь на этот когда что враг не фармит уже вообще ничего на протяжении на 25-30 минут потому что да конечно не просыпется на которых это ничего и динает типа стоят 40 тысяч ли под водой и выигрывает и выигрывает конечно дело в артефакт но один из тех самых фундаментальных моментов обменялись стрелами там физиус мальца помог но очень быстро горят бараки ничего не скажу это на нижней намного дольше протянет мкб провелось медведя наконец-то не долетел банки кинг бар но он очень быстро проседает этот медведь вы ее как больно смотри как больно ставить я ручка будет и вакуум но у пол пинок дэш пока уходишь укрит метально минус 1 минус 2 минус вич доктор будет прыгать инвенку минус 3 от седого запрыгивать на медведя пока еще живет сейчас вы должны будут убивать пока пока есть но есть медведь если медведи еще прокрут корни но будет беда корни не прокнули он медведь не стал пить он нажал свой тюрор и убежал пластненько уходить пока не марта беги спасать отсюда спасайся бегством трус совсем непонятно почему не стали бить может женщина но это кстати неплохой аргумент в итоге 3 байбека была потрачена и не забрали в коров ничего не сделали брали на вот узко очень плохой эпизод для лондон конспираси появляется пайп зевса это хорошее приобретение действительно такое я люблю дело без опять с половиной тысяч у мартретки ну 200 ладно у нее там обисал появился даже на выборе денег хватает и ответный пуш башню силы на центральной линии атакуют они 25 тысяч летят как они могут 30 30 тысяч летят как они могут вообще выйти со своей базы предыдущие не выполнили оршана не убили вар ты не поставили нашим лесу куда они ломятся кто им дал этот гайд кто за фигня ты можно было просто на хайграунд зайти и быть того не может давай давай воду ресторейшн медведя 40 секунд еще нет чем дело в смысле кулдаун на медведя очень большой погоня туск прыгает туск не стал вкатываться в шар ну решил отпустить все-таки женщина конце концов немного нечестно вот здесь нашли целая армия целая армия а тут же вич доктор нашли ну так тут нормально сейчас убивать причем вич доктор кажется один из тех кто делал байбэк просто вскрыл одожом ты чувствуешь пацан делает тэпал просто кинжальчик в его сторону кинул 405 хороший увесистый нож такой прилетел саблю по-моему метнули такой топор дровосека туда закинули где-то как-то герочек и маленький что минус вышка очередная чешен кстати есть хоть мишка мишка начнет погрызать не ведет и тоже могут погрызть и там таки прожимает рейцевиджор вы нет кулдауна выбинает встреет получает полюху его пациент сразу секунда кулдауна на счету и сразу получает паркет и сразу умирает еще один раз посмотреть всего-то 35 ладно почти 40 иди на момент победы вела команда rockskiss все равно дорожки прощение а так вот просишь прощение у касперский интернет секьюрити за то что их правило как сам да я просто хочу чтобы началась скорее следующая карта и закончилась так же быстро вот у меня чисто человеческое желание что произошло именно это чем тебе нравится на квалификации на мейджор лучшие команды